я выращиваю саженцы в маленьких контейнерах они у меня находятся под стеной дома под свесами крыши контейнеры без дренажа то есть вода попадающая в них никуда не вытекает поливаю их периодически по мере надобности когда земля подсушивается таким образом у меня выработана система при которой экономится вода то есть абсолютно сто процентов воды который попадает в контейнер она идет на питание растения и не утекает через дренажные отверстия при ограниченном количестве воды на полив такая технология себя оправдывает минус моей технологии то что стены дон дома неравномерно освещены и какие-то растения которые с южной части много света получают с других теневых сторон меньше если высаживать это глубокой осенью когда солнце уже не активно то все в порядке но растений очень много мне приходится их высаживать фактически с середины лета а то и раньше весь сезон уходит на высадку растений поэтому мне приходится закалять растение перед высадкой процесс закалки долгий не всегда он удачно проходит даже при закалке обгорают листики вот это золотистые смородины посадочные места под них уже готовы вот в таких маленьких контейнерах литр где-то больше где-то меньше этих меньше литра бутылочки такие я хочу рассказать как я вышел из положение сажая незакаленные саженцы на открытое солнце как мне удалось притенять эти растения это недавно высаженные ряд золотистых смородин были высажены в конце августа сейчас 1 сентября солнце очень яркая активная без притенения листья бы сгорели моментально стали бы белые растение погибает полностью вместе с корнем растение 10-15 сантиметров высотой замульчированы по периметру посадочного места где-то радиус около метра мульчи просто воткнуты палочки по три по четыре штуки вот такие как тренога даже я их не связывал ничем просто палочки друг на дружку опираются с южной особенно с восточной и западные сторон просто травой вот так притянил сквозь траву свет попадает но он попадает уже рассеянный вот там сидят смородинки таких шалашиках где-то палочки для шалашиков были подлиннее соответственно сам этот вигвам получился повыше где-то поменьше разные высоты такие инженерные сооружения получились но зато все растения приживутся на новом месте весной эти шалаши уже будут не нужны траву можно снять с них палочки убрать новые листья раскроются уже из новых почек и уже будут адаптированы к полноценному освещению на открытом месте поначалу я притенял ведрами без дна это бархат амурский травка слетела от ветра сверху еще вот так клал траву чтобы немножко рассеять солнечные лучи благодаря притенению бархат прижился здесь вот ящичек такой стоит с южной стороны ящик от фруктов опирается вот на такую палочку вот тоже сидит однолетний бархат и не страдает от солнца у меня было всего четыре ведра вот они быстро закончились дальше использовал технологию с шалашками это все идут бархаты вот под такими шалашами какие-то успели подгореть до сооружения вот этот хорошо себя чувствует такой здесь полумрак полусвет дешево и сердито палочки вместе с мульчей приносил сухие ветки траву здесь же вот сорвал на месте посадки вот так вышел из положения сейчас очень сильная жара градусник показывает плюс 30 градусов конец августа был жаркий сентябрь просто жесточайший отбор идет только благодаря закрытой корневой системе пересадка более менее удачно летнее происходит но выживут не все поливать мне нечем вот вода очень ограничена пока что в моем распоряжении мало воды и я поливаю при пересадке потом еще несколько дней а потом только за счет притенения за счет мульчи грунт влагоемкий но жара тоже очень сильная вот так выглядит моя золотистая смородина на второй год в первый год я их посадил не летом вот как сейчас а под осень таким же саженцем с комом земли высота саженца была 5-10 сантиметров то есть совсем малыши и посажена под осень под зиму и вот с весны этот 10 сантиметровый саженец превратился в метровый хлыст такой я его выгоняю в длину конкурентов снизу поросль убираю мне нужен штамп я хочу на золотистую смородину потом привить сортовые красные черные белые смородины вот еще экземплярчики такие же обильно замульчированы золотистая смородина засухоустойчивая но влагу любит поэтому мульча дает хороший результат они растут недалеко от дома поэтому имеется возможность их поливать ну несколько несколько раз за сезон по 10 литров ведрами я их конечно поливал но это не каждый месяц по возможности вот вот это уже метр двадцать где-то растения верхние зеленые сочные листики побеги нижний идет уже одревесневать нижняя часть штамба листочки подсохли немного обрезал я не на кольцо маленькие пенечки оставлял с листиками а внизу от корня тоже секатором обрезал поросль чтоб вся сила пошла в штамп я очень доволен был бы сортовой черенок я бы уже привил окулировкой где-нибудь сюда вот но у меня нету пока еще смородины я до весны подожду весной раздобуду черенок и весенней прививкой сделаю штамповую смородинку себе ну раз уж речь зашла о летней пересадке однолетних маленьких саженцев расскажу немного поделюсь своими результатами в этом деле что у меня получилось и расскажу почему я занимаюсь летней посадкой саженцев а не весенний и не осенний как это принято вообще я сажаю круглый год растения весенний период очень сжатый осенний также очень сжатый много не посадишь и период посадок у меня растягивается фактически на целый год кроме зимы сажаю много вот и летние пересадки в том числе большую часть приходится именно на лето в том году вот это саженец спиреи ему еще нет двух лет вот сейчас сентябрь закончится этот вегетационный период и можно будет считать что ему уже два года сейчас ему полтора года в том году в маленьком ведерке литровом мы прорастили этот кустик спирею японскую из семян и через четыре месяца как бы молодой такой молодую поросль спиреи где-то не помню уже в июле наверное мы высадили вот в такую длинную гряду тоже она замульчирована здесь я шалашиков притеняющих не ставил потому что в этом не было необходимости контейнер был взят из под южной части стены закаленной уже и тоже несколько некоторое время поливался поливался этот молодой саженец после летней пересадки и он как бы доращивался уже на месте первый свой год половину жизни он вырос в контейнере а вторую половину однолетнего цикла он провел уже здесь на месте в грунте соответственно на второй год он уже пошел в своих ритмах весной когда снег сошел почки проснулись он уже пошел расти на месте вот это второй год спирея уже цвела вот уже семена вот еще будет цвести и также курильский чай лопчатка кустарниковая вот двух лет растений еще нету она уже цветет вовсю такой кустик уже побеги до полуметра самые высокие это календула тоже курильский чай вот спирея вот это айва хиномелис уже тоже сантиметров под 60 высотой вот ей по полтора года тоже точно такая же технология посадки была летняя это поменьше кустик курильского чая вот эта лаванда мы уже срезали с нее цветоносы на чай вот еще будет цвести цвела обильно на второй год вот этому кусту полтора года вот так быстро растет лаванда вот сантиметров 40 уже от земли она вместе с аспиреей все подряд вот и вот тоже спирея японская а здесь похоже что косточка миндаля степного попала случайно вот он пророс сам в общей в общей такой массе в одном горшке он со спиреей попал вырос за первый сезон полметра тоже вот что касается летней пересадки как выглядят растения удачно прижившиеся мне очень нравится эта технология увеличивает сезон работ многократно в отличии от только весенних или только осенних посадок лаван и лаван зум в и